Все эти южнокорейские бабушки и дедушки уже вырастили своих детей. Но теперь они снова учатся кормить и пеленать младенцев, чтобы стать хорошими няньками для своих внуков. На специальных курсах подробно объясняют, как правильно кормить малышей, купать их, делать им массаж или как с ними играть. «Я хочу присматривать за своей внучкой, потому что дочь и зять работают. Поэтому две недели назад я пошёл на курсы по уходу за ребёнком. Меня также радует возможность обмениваться информацией с людьми моего возраста». Население Южной Кореи быстро стареет. Многие пожилые люди живут в бедности. А забота о внуках приносит дополнительный доход. Дети, зная о трудностях своих родителей, оплачивают им услуги как нянькам. «Я ухаживаю за внуками, а сын и невестка оказывают мне материальную помощь. При этом я радуюсь ещё и тому, что могу видеться с ними чаще». Согласно опросу, из 300 пенсионеров почти 80% получают деньги от своих детей за то, что ухаживают за внуками. Специалисты говорят, что материальная сторона заставляет бабушек и дедушек почувствовать большую ответственность за малышей. «Мы растили детей без какого-либо чёткого плана. Однако теперь живём в конкурентном обществе. Поэтому я думаю, что над моей внучкой могут посмеяться в детском саду или в начальной школе, если я воспитаю её неправильно». Молодые матери часто не могут вернуться на работу из-за того, что трудно найти няньку для ребёнка. В этом случае помощь родителей становится незаменимой. Число южнокорейских семей, чьи дети находятся под присмотром бабушек и дедушек, неуклонно растёт.